Уже не один раз была комиссия, не один раз уже смотрели. Мы писали во все абсолютно организации. И в мэрию обращались, и в милицию, и в прокуратуру. Пока нам помог только ГАСИ, которые отменили декларацию, и обладминистрация, которые помогли вообще чего-то добиться. Сейчас мы подали уже в суд, но на наших жильцов оказывается давление. Давление, мы так и не поняли от кого это давление оказывается. Значит, анонимно начали размещать информацию о том, что Гранатуров обещал нам, что он будет защищать нас. Но тут вдруг на подконтрольной ему СМИ появляется информация о том, что я якобы продаю ему квартиру свою по какой-то цене. Значит, я вот при всех журналистах объясняю, я никогда не видела, не слышала, не разговаривала ни с ним, ни с его женой, вообще ни о чем. Я об этом узнала, что я ему продаю квартиру, оказывается, только из интернета. Значит, я считаю, что это вот такое давление оказывается или со стороны мэра, ну, мэрии, как бы, то ли со стороны самого Пилипаса. Потому что, так мало того, на меня, на другую соседку уже из четвертой квартиры начали оказывать давление все. И, ну, в общем-то, мы хотим, чтобы они поняли, что это не только, как бы, они хотят перевести, как бы, в личностный какой-то конфликт между мной там и хозяином 22-го квартиры. Нету личностного конфликта никакого. Весь дом возмущен вот этим положением вещей. У нас в доме давно дом требует капитального ремонта всего. Вот тут еще нам поставили вот эту вот, как сарай такой на чердаке. Отопление зимой. Да, отопление. Ну, чем у нас по дому вообще много проблем. И поэтому, ну, я думаю, что другие жильцы... Это уже стало последней капли. Другие жильцы тоже скажут свое мнение об этой стройке и о том, что тут творится. Что у нас, ну, вот, по электричеству, там, по всем остальным проблемам уже каждый скажет... На одной козе, да? Каждый, кого чего волнует, уже скажут другие. Скажите, вы обращались там в милицию, в прокуратуру, вы получили ответы? Нет, мы обращались в милицию.